Так, очень опасный трюк мы сейчас будем исполнять. Я перехожу границу. Так, все, я встал вне закона. Я пересек государственную границу. Сейчас свинтят. На самом деле это все шутки, это такая условная граница, потому что мы находимся в замечательном месте. Река Северная Двина. Ледокол Диксон. Церковь блестит золотыми куполами. А город носит очень красивое мелодичное название. Вслушайтесь. Нет, не вслушайтесь то, как драют палубу на этом ледоколе, а в мелодику название города. Архангельск. Вот мы приехали сюда снимать съедобное и несъедобное. Субтитры добавил DimaTorzok треска кошка птичка вот кто этот человек который мне вот доходит до до сих пор запомните это расстояние эту высоту я вам потом расскажу кто это когда-то весь архангель состоял из вот этих удивительно красивых уютных деревянных домов потом совсем недавно в 60-е годы прошлого века быстро стали разрушать эти дома строить хрущевки было при хрущеве и город стал терять свой облик поэтому когда спохватились то вот эту всю красоту ведь разваливающийся старый дом это воссозданы это привезены сюда и здесь построенных старых уже не сохранилось но все равно мы смотрим на них как на что-то ценное историческое как и на вот этого прекрасного синюю малину мне нравится его веселое выражение лица это персонаж сказок сейчас скажу чих который шел на военный парад пушка выстрелила его подхватила он полетел пробил прорубь упал на дно сел надо попал на налим и налим выскочил и он в таком прекрасном состоянии освеженные после на тима выпрыгнул на поверхность таких сказок очень много написал вот этот человек около которого я стоял это степан григорьевич писахов это легенда архангельска он был художник был сказочник писатель он сам рассказывал когда приезжали сюда со всего со всей страны приезжали гости хотели посмотреть на него пообщаться кому-то удавалось он говорил все кто приезжает в архангельск сначала знакомиться с городом а потом со мной и он каждому рассказывал какие-то байки из своей жизни каждого это он мне рассказал он все придумывал но он был такой прекрасный городской в хорошем смысле городской сумасшедший его рост был метр сорок с чем-то и он уже свой образ стал культивировать он находил в такой странной шляпе в таком пальтишке его обожала обожала архангельске все гости которые приезжали считали своим долгом увидеть живьем этого человека а он так с авоськой с трещочкой ходил вот здесь из рынка он жил вот там вот за углом замечательный человек ребят смотрите какая незадача получилась позвонил сашка и говорит у нас там косяк со съемками архангельскими мы у нас нет входа в гостиницу в которой мы жили потому что я оказывается когда снимал я там накосячил я снял красиво я говорил про тебя что у меня номер такой же только чуть лучше да а у меня не пошла камера я должен был каждый зайти в свой номер и сам про него рассказать у меня не пошла камера а там я рассказывал какая она хорошая и в итоге это все не так ты продолжай снимать сегодня илье исполняется 60 лет и сегодня четыре дня назад они знали просто ты спродюсировал это подписчики инстаграма ютюбные не знают ютюбные не знают что 60 лет это было неделю назад какая разница 70 процентов они общие не они не те которые тебя смотрят на грамм анти ненавидят тематой критики которые пишут о тебе они они обсирают тебя в ютюбе по полу противный голос не важно короче илье сегодня 60 лет сашка смонтирует и выберет все это уберет и мы сидим выпиваем а надо рассказать оказывается не про это а мы сидим там театр российской армии синагога не синагога это армянская церковь армянская церковь там шпиль этого останки жутко короче мы давайте ребят смотрите сейчас закончим эту историю поэтому посмотрите где мы живем в архангельск а пока поздравьте я не уж с днем рождения который оказывается был уже сто лет назад не сто лет а четыре дня на четыре дня назад ура прекрасно закуски лавровый лист растет снимем давай закончим лавровым листом сейчас каждый заходит в свой номер и делает такой так называемый рум-тур то есть своими глазами рассказывать о своем номер так и так мой номер 1221 я пойду в мой номер может вместе зайдем саша будет при входе так санузел санузел небольшой но очень уютный халат небольшой моего размера не знаю как миша будет жить с такими халатами здесь вот можно побаловать себя чайком до того как откроется завтрак плавно переходим кровать это две кровати мне одному две кровати давно так шикарно мы не жили и идем смотреть вид из окна вид из окна вообще потрясающе на двину все люди путаются здесь и приехали и фоткаются на фоне вот этой вывески малые карелы они все думают что это и есть музей под открытым небом это нихрена не музей под открытым небом мы приехали сюда оттянуться эти люди идут в музей и туда и мы дорогим но сейчас мы приехали просто посмотреть как живут простые архангелогородцы и гости этого прекрасного города но это вот лодка на потолке дном к верху типа вам ни дна ни покрышки чтобы по фэншую все должно течь вниз и лодка должна быть наклонена вниз и лампы струятся вниз тогда это благоденствие счастье если вы увидели лодку на озере где-то которая плывет вот сиденьями вверх это плохо лодка всегда должна быть вниз направлена ну как и ведра увидели бабу с пустым ведром плохо баба с перевернутым ведром в котором лампочка горит это у вас крыша поехал сейчас мы все вам покажем это номер в гостинице просто номер в гостинице кстати ничего себе номер это класс это класс в холодильником вообще чума какой альковчик ну слушай я за ты нам признался с сашкой что ты тебе все приелось а вот сашки бы это номер очень понравился потому что лыжи на стене лыжи и вот кролик сашка очень любит сану санузлы и он здесь есть он есть нет узел иди снимай узел а стоит этот роскошный номер я скажу сколько дорого в час сутки с завтраком а еще мы завтра сразу проверим заодно и завтрак имеет ли смысл здесь останавливаться за 2 700 завтра с гостиной чайник есть че еще нужно с ними унитаз я пошел а номер действительно очень хороший для я-то думал это будет сейчас клеточка такая что сейчас забежим на секунду просто в водичке с хлебушком съедим мы проголодать тоже куча дел нужно еще снять такое количество красивых объектов сейчас кошка потрется и я побежал буквально стаканчик воды и все в путь кошка пошли это илья заколдованный нах на воду на хлеб он первый заходите ну не не другой раз заходите заперто смотри пока сашки нет принесли в хлебе свой ой это щи из оленины ну как обычно крышечка съедобная с чесночком крышечка со сметанкой под копченая оленина подозреваю что это самые вкусные щи которые я буду сейчас пробовать ну естественно только труп не пьет под суп я это бомба вообще это самые вкусные щи которые мне довелось отведать ну все ну вон сашку смотри на щи пошел как щи принесли чумовые хлебе с хлебом крышечка съедобная с чесночком до северный наполеон холодная закуска это без это холодец из бычьих хвостов это палтус на подложке смешина украшенная щечка приятного аппетита это из плески на спаржи поджаренный степеном соус у вас щучьи котлеты с картофельным отварным запечатался шпинатом соусом и щечкой икры очень хорошая но я забыл кто это это щука она рыжая а это щука очень хорошая твоя должна быть еще лучше твоя еще лучше вот обидно а ты что ешь вверх я куриные котлеты а выглядит как щучья да и курица а курица и щука они похожи ну как очень такая сочная правильный кляр который держит весь прекрасно начинается день время час дня на секундочку не час а без четверти два ишь час сорок пять какой прекрасный что туда входит хлеб черный родинский хлеб сливочный сыр и а я пропустила буквально стаканчик воды и все в путь аттракцион называется убей жужу жужа от греха вали отсюда значит это называется стендовая стрельба стреляешь по тарелочкам прекрасный вид спорта я ненавижу охоту это мерзкое занятие когда ты убиваешь животных не для того чтобы их есть а чтобы похвастаться вот когда мне на днях мой товарищ сказал а я поеду там куда-то в по ревущему лосю постреляю ужас он остается сам моим другом но осадочек крайне неприятный а вот это тот же эффект и стреляешь тарелки ты их не ешь но получаешь спортивный адреналин так что сейчас я буду в первый раз жизни стрелять охотиться по летающим я должен что-то сказать да и команду будет так дай ничего не получилось дальше как а просто один по а вообще можно двумя как и так дай ранил видели отстрелил кусок убил а ты не снял да ты меня сниму а в принципе мы можем вот как профессионал стрелял у него же сбивалась буду стрелять от а ты будешь подкладывать что это он сбил да то есть что я сбил еще хочу аттракцион от стоит 50 выстрелов 50 таре тарелок 1300 не могу а ну хорошо я убью еще одну тарелку и пойдем отметим этого мою охоту ты только сними как сашка ты же уже снимает как я убивают так я готов дай а ты не снял да врешь круто давайте еще сейчас еще одну у меня один патрон остался ну ничего давай дай дай ты снял конечно можно бесконечно долго любоваться потрясающим закатом но к сожалению мы обречены работать в поте лица и мы не пойдем в ресепшн мы пойдем в ресторан малые карелы потому что здесь вкусно а это самое главное закат посмотрели а теперь надо подкрепиться это горячие пельмени из трески с соусом из крапивы с встревоженным творожком мы не хотели этого снимать но когда это увидели поняли что мы должны это снять треска запеченная в твороге а там блин блин из черевухи с треской значит у наташи пельмени с треской у меня треска потому что как мы знаем архангелу гору цитрис куэдэ ребят на русском севере на русском западе на русской середине это абсолютно субъективная точка зрения но это мой любимый и самый вкусный ресторан меня подкупила треска в твороге и все что здесь готовит повар максим который стал моим гуру в поварском искусстве это комплекс малые карелы на правах рекламы а я буду все время это рекламировать это самое вкусное просто хотите вкусно поесть езжайте сюда и все а теперь посмотри на грудку ильи куриная грудка на гриле с кускусом с домашним лечо и свежими помидорами приятного аппетита посмотрите на тарелку ильи и представьте картину его тезки или лепина лепина репина который я бы назвал унылость посмотри еще раз на его какая-то унылость это лирический натюрмонт говорят что северный загар никогда не сходит самый крепкий правда редко и заходит я сейчас лежу на самом северном шезлонге на планете город архангельск красная пристань недавно поставили шезлонги в надежде что архангелогородцы зацепят лучи последнего солнца здесь господи светит всего ничего но правда полгода белая ночь потом полгода черная ночь он там даже по сделали деревянный памятник фонарщику который уже сейчас зажжет фонари и так уже до весны он вообще окно в артику сделали и тем не менее оптимизм архангелогородцев заслуживает уважение поставить вот эти шезлонги которые через недели-две превратятся в огромные сугробы это стоит дорогого в общем последнее солнце я ловлю несмываемый загар но вот этот памятник петру который скульптор антокольский построил в 2011 году он не стоит там где он изображен на купюре он стоит на набережной через несколько километров ну неважно это совмещено и все приходят сюда с купюрами и фоткаются естественно на фоне такого такой реликвии но хотите фишку знаю что хотите фишку вот возьмите у себя дома найдите 500 рублевую купюру посмотрите на эту сторону вы увидите вот такую картинку а может быть среди вас есть счастливые обладатели другой купюры 500 рублевой они в ходу но стали страшно редкими где изображена вот такая вот надо 2 вам показать чтобы вы почувствовали разницу в чем разница подсказку даю и там и там изображен соловецкий монастырь почему эти изображения отличаются одно от другого думайте может вы знаете хорошо подумали теперь я вам даю отгадку потому что где это вот на этой купюре изображен соловецкий монастырь до реконструкции и реставрации то есть времен гулага сталинского а на этой купюре он уже в основном как он выглядит сейчас то есть это и другая действующая но такую пойди найди наверное я не знаю но наверное вы можете ее каким-то нумизматом продать намного дороже чем она стоит чем 500 рублей такой даю вам маячок примерно в те годы когда устанавливали вот там памятник петру первому здесь в этой беседке беседка новодел восстановленная такой хороший кич но на этом месте целая беседка и вот в этом 910 условно году здесь любил проводить вечера один ссыльный звали его александр степанович гриневский известный писатель и он часами и ночами иногда сидел здесь вы не знаете кто такой александр степанович гриневский это известный писатель потому что нормальный известный человек писатель всегда должен быть в оппозиции к действующей власти ну потому что он умный достойный сын своего отечества такой намек вам имя этого века вам на самом деле очень хорошо известно только вам известен его псевдоним и итак бабам этого человека звали александр грин и сидя вот здесь в этой беседке он любил ночами смотреть на широкую широкую реку двину а что происходит ночами на севере белая ночь и когда белой ночью солнце светит совершенно каким-то необычным светом неожиданного ракурса все суда торговые промышленные которые проходили здесь в акватории они подсвечивались этим солнцем отраженном воде и у них появлялись алые паруса и вот здесь в холодном северном городе возник образ на самый романтический образ русской литературы вот эта соль которая смотрит и ждет алые паруса а все это в промышленном северном холодном городе архангельск где в ссылке был прекрасный писатель александр грин ресторан где мы сейчас сидим из-за поморский это визитная карточка архангельска его так хвалят что брызги летят я всегда всего это очень боюсь и визитных карточек боюсь и когда вот хвалят и особенно люблю когда летят брызги но у меня подозрение что все что мы сейчас едим видим съедим и выпьем неплохо потому что говорят что все это как-то отборного качества и осетрина здесь первой свежести поэтому дорогу осилит идущий тем более меня подкупили тем что налили хреновухи а это мой любимый напиток в общем ребят меня гложет грусть мне нет я гложу грусть за ваше здоровье и надеюсь если нам понравится этот ресторан то он понравится и вам а если нам не понравится думалах с обманем и скажем что он хороший шучу ваше здоровье грусть смотри какой пирожок с палтусом там палтус виден тебе палтус а еще есть пирожки с капустой драники и форшмак я очень илья что ты поставил себе форшмак если ты его не ешь пусть будет палтус чумовой я не знаю на какую камеру мне это рассказывать у меня правда вкусный палтус вот так вот хотели снимать и нас приблигает подождите пожалуйста и налили водки вот я люблю когда вот так меня перебивают извините пожалуйста вы сейчас не правы будучи на все святое дело уха царская до семга стерлить палтус как говорит милена это уха которую готовил петр первый своему повару не этого не важно какая сразу вранье все вранье это как как байки про екатерину великую она где только не было она ехала однажды зимой моя любимая история карета остановилась в сугробе вышла естественно екатерина начала сапогом снег разрывать наткнулась на череп да взяла череп посмотрела и говорит это же череп овцы говорит ну она хорошо разбиралась в баранах и в англий значит быть здесь городу которую назовем череповец вот когда приезжают череповец они эту шнягу рассказывают на полном серьезе причем она назвала город не череповцы а череповец потому что много видно черепов овец было так что давайте выпьем за наших самодержцев которые прекрасно готовили как выясняется царскую я пробую она прекрасна тем что она лаконично три вида рыб и юшка и ничего больше ни морковки ни картошки ничего только труп не пьет подсуп но это не это нежность это все-таки готовил сам петербург повар бы так не приготовил так нет я смотрю цены ну в общем московскую хотя это драники из цукини картофель 500 пельмени 400 ух 700 но у меня вот пол порции было короче вот царица стола мне сказали что вот эта утка я ее пробую в соусом милена готова петь ей песни как ее томят эту утку я ее пробую она стоит 700 с чем-то рублей стоп еще раз она что она делает тает во рту и соус превосходный я бы на этом закончил программу милена согласна ваше здоровье вы вам надо работать нашей программе дегустатором это прекрасный случай когда я попробовал илья не выключил камеру только за вас ура ребята за вас прекрасный ресторан прекрасный день мы прожили в архангельске приезжайте сюда выпивайте ура дегуста 2 могут 2 у а и